Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава двадцать девятая Вот слова завета, которые Господь повелел Моисею поставить с сынами Израилевыми в земле Муавицкой, кроме завета, который Господь поставил с ними на Хариве. И созвал Моисей всех сынов Израилевых и сказал им, — Вы видели все, что сделал Господь при глазами вашими в земле Египетской с фараоном и всеми рабами его, и всею землею его, те великие казни, которые видели глаза твои, и те великие знамения и чудеса? Но до сего дня не дал вам Господь сердце, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать. Сорок лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей. Хлеба вы не ели, и вина, и секера не пили, дабы вы знали, что я, Господь, Бог ваш. И когда пришли вы на место сие, выступили против нас Сигон, царь Есевонский, и Ог, царь Васанский, чтобы сразиться с нами, и мы поразили их, и взяли землю их, и отдали ее в удел калену Рувимову, и Гадову, и половине колена Монасина. Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать. Все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, дабы соделать тебя сегодня Его народом и Ему быть тебе Богом, как Он говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Якову. Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые здесь с нами стоят пред лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. Ибо вы знаете, как мы жили в земле египетской, как мы проходили посреди народов, через которые вы прошли, и видели мерзости их и кумиры их, деревянные, каменные, серебряные, золотые, которые у них? Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить, служить богам тех народов. Да не будет между вами корня, произращающего яд и полынь, такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря, Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего. И пропадет таким образом сытый с голодным. Не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека, и падет на него все проклятие завета сего, написанное всей книге, и изгладит Господь имя его из-под небесной. И отделит его Господь на погибель от всех колен израилевых, сообразно со всеми проклятиями закона, написанными всей книге закона. И скажет последующий род дети ваши, которые будут после вас, и чужеземец, который придет из земли дальней, увидев поражение земли сей и болезни, которыми изнурит ее Господь. Сера и соль пожарища вся земля, не засевается и не прозращает она, и не выходит на ней никакой травы, как по истреблении Содома, Каморры, Адмы и Севаима, которые не спроверг Господь во гневе Своем и в ярости Своей. И скажут все народы, за что Господь так поступил с сей землею, какая велика ярость гнева его. И скажут за то, что они оставили завет Господа Бога отцов Своих, который Он поставил с ними, когда вывел их из земли египетской, и пошли и стали служить иным богам и поклоняться им, богам, которых они не знали и которых Он не назначал им. За то возгорелся гнев Господа на землю сию, и навел Он на нее все проклятия завета, написанные в книге сей, и низвергнул их Господь из земли их в гневе, ярости и великом негодовании, и поверг их на другую землю, как ныне видим. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Продолжение следует...